Думаешь, я собираюсь с тобой что-то сделать? Мне надо отметиться. Не забывайте, что видео создано при поддержке моих бустеров, за что вам огромное спасибо. Окей, сериал продолжается. Итак, помните друидку, которая выпрыгнула из окна, чтобы спастись от насильника? Так вот, Грейс сейчас пришла к ней. А Карен пошла к детективу, который вел это дело. Они решили параллельно узнать информацию, и дамочка, ну, с прибабахами. Ну, а что тут сказать друидка? Сама вызвалась на гипноз, сама его провела. А вот Грейс удается выяснить больше информации. Ну что, девушка, так же, как и все девушки, лежала в постели. Спала, открывает глаза, а человек с ножом уже над ней. Благо, перед тем, как ей закрыли рот, она закричала «Джером!», что испугнуло насильника Джерома. Правда, дома не было, он находится в Канаде, но у них связь, и он всегда ее слышит. Насильник отвлекается, ну, а друидка пулей выпрыгивает в окно и переламывает себе кучу костей, да еще и дыру в легком получает. Поначалу она вообще думала, что сломала позвоночник, но потом встала и пошла. Грейс удивляется, насколько же она сильная девушка, но жить захочешь и не такое сделаешь. Тем временем, Карен лезет в это дело и видит, что девушка перед сном выпила кава-кава. Что за кава-кава, еще непонятно. Тем временем, друидка рассказывает, что уже после того случая, через пару месяцев к ней приходил полицейский, и она бы открыла дверь, но увидела, как он поднимает фонарик, и это было в точности так же, как маньяк поднимал нож, и она была уверена, что он пришел закончить свое дело. Поэтому дверь она ему не открыла. Но почему дело не раскрутилось, одна из причин, детектив пришел к девушке, когда она была в больнице, начал ее расспрашивать, пьете вы, она говорит, нет, я вообще не пью, курите, нет, вообще не курю, ничего не употребляю, я просто покушала, выпила каву-каву и легла спать. Каву-каву, в общем, детектив загуглил, что это такое, это чай, типа, расслабляющий, но если его много выпить, то могут быть галлюцинации, и он предположил, что, возможно, это сон вам приснился такой реалистичный. Конечно, жертве такого говорить было нельзя, она психанула, ей не доверяют, считают, что она просто сумасшедшая, но и тут, конечно, косяк органов, потому что отчеты составили позже, и улики в виде отпечатков перчаток и отпечатков подошвы, об этом всем детектив узнал уже позже своего вопроса. Ну, короче, вот такая вот ситуация. Напоследок, друидка говорит, что это дело можно раскрыть, нужно лишь задавать правильные вопросы, а еще у нее есть предположение, что его покрывают, покрывают полицейские, потому что он сам полицейский. Вот ты думай головой, Грейс. А еще друидка напоследок дает фото робот-насильника, который сделал ее друг, но полицейские почему-то не приняли его. Итак, отпечатки. Дело потихоньку сшивается, но все равно этого недостаточно. Грейс же говорит, что последняя жертва предоставила фото робот-насильника, и тут Карен такая, серьезно, фото робот, и ты говоришь мне об этом только сейчас, мы напарницы, мы должны доверять друг другу, понимаешь? А, понимаешь. Ну, с другой стороны, мы же видели насильника в маске, поэтому он реально похож. Карен радуется даже маленьким уликам, потому что все это сходится в одно дело, ну а вот Грейс говорит, что будет рада, только когда этого ублюдка посадят. Вашингтон, 2008 год, Мари. Она приходит на работу, и после той статьи о ложном изнасиловании, она больше не может работать с людьми, ну потому что все ее знают, это плохая репутация магазину, поэтому, Мари, мы тебя на склад отправим сейчас, ты там пару месяцев поработаешь, пока все не уляжется, хорошо? Хорошо. Ну и хорошо. А в это время две приемные матери Мари разговаривают между собой, и хорошая приемная мать показывает не очень хорошей приемной матери репортаж об изнасиловании, который так сильно похож на то, что говорила Мари, и возможно, все-таки она не врала, но вот эта вот мать года говорит о том, что, а что, ну насильники многие в масках и многие с ножами, а то, что он сфотографировал, так, ну не знаю. В любом случае, ты же видела Мари, ты же видела, как она себя вела, ты сама мне позвонила и сказала, что все как будто бы нормально. Ты прошла через это, я прошла через это, мы обе знаем, каково это. Да, но... А, ну то есть хорошую приемную мать тоже изнасиловали. Вау, а в этом мире хоть кого-то не насиловали, нет? Ну ладно. Так вот, оказывается, что вторая приемная мать еще и не знала, что Мари вызвали в суд, что ей грозит тюрьма, и вообще она говорит, что мы любим Марии, и лишней вот этой нервотрепки ей не надо, так что давай, даже если это было. Сейчас не будем это ворошить, пускай Мари успокоится, и... Все равно хорошая приемная мать решает позвонить детективу и рассказать про ситуацию. Она рассказывает, что был очень похожий случай, ну и все, возвращаемся к Карен, которая сейчас находится в церкви, поет в хоре, и она вообще религиозный человек, и вот это да, кого она замечает? А она замечает Эмбер, которая, видимо, тоже решила начать ходить в церковь. Естественно, она была просто обязана подойти и поздороваться. В общем-то, у Эмбер хоть и с виду все хорошо, и она говорила, что все вроде как нормально, а оказывается все далеко не так хорошо. Во-первых, она считает, что она сходит с ума, во-вторых, она прикупила себе пистолеты, теперь ходит в тир, учится стрелять, ну а в-третьих, она познакомилась с парнем, ведь у нее уже был парень, не забывайте, а потом еще с одним... Без понятия, зачем я переспала с ними. О, как, вот это уже интересно, вот это уже последствия насилия. И нам не просто говорят о том, что насилие оставляет травму, а нам показывают Эмбер, которая, но точно не чувствует себя нормальной. И вот Карен пытается ей помочь, рассказывает про группы поддержки, однако... В общем, то психует, то плачет, и явно ментальное здоровье подорвано. Тем временем детектив, который занимается новым делом в Вашингтоне, звонит нашим добрым детективам, которые так устали, помогая Марии, просто она выкачала все силы из них, а еще и обманула, ну просто настолько мразь, что они взяли и подали на нее в суд. Ну, так и говорит детектив. Он говорит, что все это ложь, что да, у вас, может, похожие дела, но поверь мне, коллега, я тебе говорю, она нам врала. Ну, теперь у меня 90%, что вот кто-то из них кого-то покрывает. Нет, серьезно, потому что тут уже все очевидно буквально. Ну, либо у чела задержки в развитии одной из двух. Не знаю, как вас убедить, сэр, но мы выдвигаем ей обвинения за ложные показания. Понял. Надеюсь, у вас получится. А, ну то есть, помимо этого, он еще и старается убедить других детективов, что она врет. Ну, это уже не смешно даже. Не смешно, правда, и Марии, которая сейчас работает на складе, там разговаривать не с кем, да и говорить особо не надо, просто выполняет свою работу. Но, подходит один высокий парень и начинает клеиться к Марии, спрашивает, а такая ли она крутая в жизни, вне работы. Я совсем не крутая везде. Как-то тактично Марии пытается уйти от разговора, пока не видит, что это высокий парень. И он преградил дорогу. И вроде как ничего такого, пока он не спрашивает. Думаешь, я собираюсь с тобой что-то сделать? Да нет, не думала, пока ты сам об этом не сказал. Вот теперь реально крипово. Она влево, и он влево. Она вправо, и он вправо. Ну, че за ублюдок? Марии говорит, что ей нужно пойти отметиться, и он такой, а да ладно, это же шутка была, ты че? Все нормально, иди. Ай, ну и рожа, конечно, ребята. Чисто вот, если вам снился этот человек, Марии он в любом случае теперь в кошмарах приходить будет. В общем, она уходит с работы. Ну, а тут ее встречает ее бывший парень, который принес коктейли, который на машине говорит, давай подвезу. Мария говорит, нет. А она начинает максимально на негативичах общаться со своим бывшим парнем. Хотя он при чем здесь вообще он? Она психует, она психует Х2, она психует Х3. Он говорит, успокойся, давай помогу тебе, давай поедем вместе, поговорим. Мария такая, о чем мне разговаривать? Лучше пойди с тем парнем на складе поговори. Ну, нифига себе. Он бы сейчас пошел и реально разбил бы ему лицо. Ну, такой максимальный негатив от Марии в сторону единственного человека, который ей поверил и который ее поддерживал, это зря, зря, зря. Тут еще и начальница выбегает и вообще как ты разговариваешь, ты понимаешь, что ты на работе и так нельзя себя вести. И Мария такая, да увольняй меня, да насрать, все, покида. И вот она приходит домой, ложится в кровать, начинает пересматривать старые фотографии с друзьями, вот этими искренними, лучшими, понимающими, самыми близкими, ну вы же их помните. Ты больная? Ты знала, как мы испугаемся. Я злюсь. Мерзко. Противно. Злюсь. Очень-очень злюсь. Ну да. Так вот, Мария решает, что ну в принципе лучше уж без друзей, чем с такими и удаляет все фотографии. Включая фотку своего бывшего парня, единственного человека, который ей поверил, единственного. Дело же 2011, все продолжает раскручиваться, они ищут подозреваемых, которые подходят по разным параметрам и вот опять находят какого-то парня, который подходит по всем параметрам, смотрят его фотку, а это дед. И даже не инсайт. Все это происходит при начальстве и тут Алладин решает, а может быть в отдельную папочку будем складывать полицейских, а в отдельную обычных жителей? Эм, а кто тебе за язык тянуло? И тут конечно начальство спрашивает, а чё, у вас есть подозрение на полицейского или чё, я не понял? Но и Грейс, и Карен приходится уже открыться, что они ищут полицейского, потому что слишком много совпадений. И улики-то он не оставляет, и постоянно в разных округах, но такой щепетильный тип может быть только полицейским. И начальство говорит, слушай, а ты не знала то, что у нас все смотрели улицы разбитых фонарей, например? Каждый второй дебил, который смотрит телек, уже по факту криминалист. Вы серьёзно? Делаете выводы на основе сериала? Любой офицер ФБР скажет вам то же самое. Ладно, конечно, там не про улицы разбитых фонарей говорили, а про СИСА и место преступления. Да суть это не меняет. Смысл в том, что каждый, кто смотрел Леонида Каневского, теперь знает, как скрыться от полицейских. Ну, именно это пытается объяснить коп. В принципе, Грейс такая, серьёзно? Ты серьёзно? Ты сейчас хочешь сказать, что кто-то насмотрелся сериала и теперь идеально скрывает улики? Так вот, на этой почве они ссорятся, ну и не мудрено. А ещё одна из сотрудниц нашла точно такую же обувь и перчатки, как по делу друидки. Грейс уходит, аппетита у неё нет, и послушайте, что она говорит. Таггард хороший парень. Он вовсе не проявляет враждебности. Ну, он сам представляет враждебный лагерь. А, да? То есть, то, что он мужчина, значит, он уже во враждебном лагере? Ну ладно. Об этом поговорим в конце сериала. Ну а пока что. Наша команда находит похожее изнасилование. И человек подходит, и маска, и нож, всё идентично. Однако это дело в Канзасе, и кому-то туда нужно съездить. Путём я прикоснулся к носу, поэтому еду не я, выбирается Карен. Ну и пока она едет в Канзас, Аладдин делает предположение. Итак, наш насильник всё время забирал какую-то вещь у жертвы, в основном трусики. Эйчел предполагает, а что если мы поищем дела о пропаже трусиков? Возможно, похититель трусиков и будет насильником? И тут ему просто ржут в лицо, ну ты тупой, ну просто амеба. Это чрезвычайная ситуация, мои трусики, они пропали. Тупой Аладдин не знает о том, что девушки не заявляют в полицию о пропаже трусиков. Эй, поначалу он впитывает порцию подъёбок, ну а потом говорят, что ну в принципе, ты поищи. Кто его знает, вдруг реально получится. Грейс же додумывается, что нужно искать подозрительную машину, вдруг кто что видел. А вот Карен приезжает в Канзас, и ей выдают то самое дело. А ещё, оказывается, есть вот какая книжка. Руководство по расследованиям изнасилования. Эта книженция предназначена только полицейским. Вот только этот парень нашёл её в Даркнете. Поэтому каждый второй дебил может купить себе эту книгу и вести себя как прошаренный коп. Грейс же составляет столбики, что-то выписывает, что-то записывает, делает какие-то выводы и находит полицейского. Высокого, голубоглазого. Опа. Карен же сидит в закусочной, читает это изнасилование для чайников. Ну и тут на ловце и зверь бежит. Сидит какой-то мужик, да и палит на неё. А ей-то в принципе насрать. Но тут заходят девчонки, и он буквально пожирает их взглядом. Девчонки уходят, а Карен продолжает на него смотреть. Ага, ну вот это нутро насильника в нём сидит. Поэтому она специально встаёт, показывает оружие, показывает значок, проходит максимально близко рядом с ним, останавливается. Ну и всё, у дяди Пети с пятого подъезда теперь будет инфаркт. И психологическая травма на всю жизнь. Ну в общем, в любом случае она его припугнула. Чё к чему? Зачем нам это показали? Ладно, окей. Грейс же возвращается домой. Видит, что муж гоняет на велике. Подходит к нему. И так плавно-плавно начинает намекать на то, что одна, одна фамилия. Мне нужно узнать про одного полицейского. Всё сходится. Он постоянно гоняет по разным штатам. Высокий, белый. Всё-всё-всё сходится. Пожалуйста, один, один. Ну ты мне муж или кто? Идеальное совпадение. Грейс, нет. Это другое. Всего лишь одно доселе. В офисе генерального прокурора чётко описан порядок запросов. У моей жены есть предчувствие, не пойдёт. Боже, сын, блядь, ну помогите мне. Ну помогите мне. Почему тут нету помощи? Сука! Упс, не та аудиодорожка. Я прошу тебя о помощи. В общем, муж ни в какую не соглашается, ни при каких обстоятельствах. Она говорит, следующее изнасилование будет на тебе. То есть она уже прямо во все манипулятивные штуки идёт, но он просто непробиваем. И вот на следующий день Грейс постреляла из пистолета, мысли пришли в порядок и она такая «Я же могу зайти с другой стороны». Поэтому звонит в другие полицейские участки и говорит «Я слышала, у тебя там во Франклин Хайтс есть отличные игроки. Знаю, ты занят». Тот парень занимается футболом и поэтому она хочет его выманить. Конец пятой серии. И да, ваш покорный слуга Крейзи Мазафакер Валан снова не изменяет себе, снова идёт на истощение и делает три серии подряд, которые вы прямо сейчас можете заценить на бусте. То есть прямо увидеть конец. Мы уже посмотрели всё. Мнение о сериале и настоящую историю мы обсудим чуть позже. Обязательно вы это увидите. Ну а так, хочу сказать огромное спасибо бустерам и бустерам, которые ещё не увидели конец. Бегите смотреть! Камон! И ещё раз спасибо всем, кто досмотрел до этого момента и не забывайте. Всех обнял.